Погода у нас в последнее время не радует, уже минус 10, и в общем, в последней ситуации, не сложно ли в такой погоде играть? Я думаю, что температура воздуха сейчас абсолютно второстепенна, главное, что игроки чувствуют себя нормально, способны готовиться в таких условиях, способны играть, и важно также, чтобы поле было достойного качества. А температура здесь второстепенна. Ну, вот как раз так, температура и поле, в общем, всем известно, что... Хотя поле на вашем домашнем стадионе достаточно новое, но не повлияют ли такие температурные условия на него? Игроки, может быть, находясь на поле, чувствуют изменения в условиях острее, чем те, кто находится за пределами поля или болельщики, ну и мы тренеры. Но напомню, что все будут в абсолютно одинаковых условиях, и важно просто сохранить тот ритм, который мы нашли, и бороться за три очка, добиваться победы. В последнем матче с Мордой, в общем, Шуроков шел на замену, Дзюба тоже появился на замену, забил. Предполагается, что в матче с Лаконатива они будут в основном составе? Мы сейчас выиграли два домашних матча, они были частью команды, так и должно быть, но главное, чтобы мы оставались командой. И кто будет играть с самого начала, кто выйдет на замену, здесь тоже не так важно. Нам нужно оставаться командой для того, чтобы выигрывать, а матч с Лаконативом предстоит нам тяжелый. Снова возвращаясь к матчу с Мордой, после 3-0 команда пропустила два мяча, после матча был какой-то разговор, разбор, ошибок, почему так получилось? Да, конечно, мы разбирали эту ситуацию, мы очень хорошо начали матч, отлично 31 минут провели на поле, но потом очень серьезно сдали свои позиции, после чего 3-0 еще сдал 3-2. Конечно, мы дали сопернику шанс поставить нас под очень серьезное давление, но в итоге все-таки я думаю, что мы проявили свои сильные стороны, добились результата 4-2 и казалось, что заслуженно добились такой победы. Но я считаю, что безусловно, в ситуации, как была в матче с Мордовой, когда мы так серьезно вели и потом так сильно сдали, повторяться не должны. Вот на открытый тренер Лаконатива, на открытый тренер Лаконатива с преддверия дерби сказал о том, что Лаконативу, чтобы победить, нужно, чтобы Спартак побежал вперед. Вот в каком ключе намерен действия Спартак в этом матче, учит то, что Лаконатив в списке топ по пропускаемости, ну в смысле, меньше него пропустил только Краснодар в чемпионате? Я думаю, что это команда, которая очень хорошо организована, и она очень хорошо организована. Мы можем практически говорить о том, что мы будем играть в смелый футбол, с открытым забралом, конечно, разумно, учитывая то, что мы играем на выезде, но надо помнить о том, что Лаконатив – это команда, которая не только очень хорошо организована сзади, но и имеет сильные стороны в атаке. Но у нас есть все для того, чтобы сохранить тот ритм, который мы нашли, и продолжать нашу победную серию.